Здравствуйте. Мы смотрели все? Хорошие впечатления. Классно. Как оттенете вообще центр? Сколько он вы построили? Центр прекрасный. Созданы все условия для того, чтобы профессионально готовиться и быть постоянно в боевом тонусе, потому что войска специального назначения всего оперативного реагирования – это войска, которые все время держатся в резерве на случай возникновения различных сложных ситуаций. Некоторые в тренировочном режиме нам все это показали, вы видели, как слаженно работали, как работали весьма профессионально. Я только единственное пожелал, что написал, чтобы как можно меньше профессиональных знаний и навыков применялись. И нам это хорошо, я думаю, и правильно, что здесь есть все условия и для службы, и для спортивной подготовки, и для специальной подготовки, и стрелковая подготовка предусмотрена, комнаты психологической разгрузки, все необходимые тренажеры, которые тренируют любую группу мышц, и специалисты, которые имеют большой опыт, и медицинские службы здесь поставлены. Практически центр полностью является обеспеченным любыми абсолютно направлениями, которые необходимо применять для того, чтобы это подразделение было всегда в боевой готовности. И, наверное, очень правильно, что здесь есть музей, где рассказывали о боевом пути, и будет храниться память навсегда о тех, кто погиб, защищая людей, защищая безопасность нашей границы, Родины нашей. Есть и памятник. Все это говорит о том, что и воспитание таких морально-волевых качеств тоже уделяется очень серьезное внимание. Центр построен по самым современным стандартам. Оценка специалистов, что это лучший центр Российской Федерации. И я их, к сожалению, не смог присутствовать на открытие, но специально приехал, чтобы посмотреть, и вижу, что дело хорошее, дело хорошее. Валерий Половнич, а как оцениваете ход реализации областной и федеральной программ по профилактике преступлений и обеспечению правопорядка общественного? Программа выполняется, и самое главное, что показатели наши за последние годы свидетельствуют о том, что эта работа ведется весьма и весьма эффективно. У нас идет снижение общей преступности, снижение преступности по особо тяжким преступлениям. Единственное, что сегодня беспокоит пока, это наркомании. А так, в целом, я считаю, что мы находимся на правильном пути. Сейчас еще позанимаемся безопасностью дорожного движения. Тоже очень серьезная программа у нас будет реализовываться. В целом, органы муниципальные, исполнительные власти и правоохранительные органы работают правильными управлениями. Валерий Половнич, а сколько у вас возникла волна критерной смеси? Насколько эта проблема актуальна для нашего региона? И как у меня нефляжная полиция хотела ставить тем, что вы с трудными делениями? Эта проблема, конечно, актуальна и для нас. Поэтому, к сожалению, есть вопросы, так скажем, судебного применения, правоохранительного применения. Проблема, что курительные смеси не входят в перечень наркотиков. Над этим тоже сейчас оперативно работают. Наша задача максимально перекрывать каналы поставок, ставить на учет, привлекать сбытчиков. Этим самым занимаемся. Результаты есть. У нас около 300 килограмм только сильнодействующих синтетических героинов изъятых в этом году. Это больше 5 раз, чем в прошлом году. Несколько каналов перекрыто, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана. Задача общая, серьезная, вместе с ВСКН. Необходимо заниматься ежедневно этой проблемой. Я могу добавить в этом плане, я провел специальное координационное совещание правоохранительных органов, которые у нас работают в регулярном режиме, посвященные этой тематике. Мы договорились о том, что не будем обращать внимание на то, что этих курительных смесей нет в списке наркотических средств. Самое главное, что люди оказались в реанимации, и не важно, чем их отравили, важно, что отравили. Поэтому надо этих людей искать, кто это сделал, и наказывать по самым жестким меркам. Потому что это здоровье людей, это люди, которые практически, жизнь их подвергала серьезной опасности. Поэтому дано указание и прокуратуре, и полиции, всем работать именно в этом режиме. Как тех людей, которые, по сути, являются потенциальными убийцами. А полиция всегда так действует жестко в борьбе за курьером? Это то, что сегодня мы увидели. Полиция должна действовать адекватно угрозе. Поэтому, естественно, в рамках закона, но если при задержании, как правило, это вооруженные преступники, конечно же, нужно действовать жестко, чтобы остались живы и задержанные, и кто задерживает сотрудники. Иван Михайлович, а как Вы оцениваете материально-техническую базу «Главка»? Мы знаем, что скоро будет еще один объект, видеонатологический центр. Немножко об этом скажите, пожалуйста. Олег Павлович уже сказал, что, действительно, это самое современное здание спецназа. Здесь сосредоточены и ОМОН, и силы оперативного реагирования, и авиационные подразделения, которые также помогают спецназу. Что такое спецназ? Спецназ – это особое подразделение. В нем служат особо подготовленные сотрудники. Целью своей службы и жизни, которая ставит выполнить задачи ценой своей жизни. Поэтому есть чем гордиться нашим отрядам. У нас очень много награжденных. К сожалению, иногда и посмертно работаем и выполняем задачи на Северном Кавказе. В следующем году уже будет 20 лет, как эта задача стоит перед нашими подразделениями. Поэтому низкий поклон ребятам. Спасибо за службу. Спасибо. 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 Продолжение следует...